Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Алексей Таллаев, я пианист. И сегодня мне поступило несколько вопросов от Юрия Вячеславовича, коммуниста из Москвы, рассказать по поводу классической музыки. Вот, в частности, два вопроса, на которые я хотел бы ответить. Первый вопрос, знаю ли я такого человека, как Даниэль Боренбойм, и что я о нём думаю. И второй вопрос, касается энциклопедии классической музыки. Должна ли быть она онлайн и в печатном виде? Где брать информацию для её составления, в какие сроки она должна быть сделана? Я считаю, что нужно скорректировать федеральный закон, начиная, отвечая с второго вопроса, с конца. Значит, и федеральным законом заставить исполнительную власть починиться и выпустить такую энциклопедию по композиторам мирового уровня. И также сделать дополнительно портал на Министерство культуры, или как-то его отдельно выделить, где люди могли бы познать великий мир культуры классической музыки. В частности, одним из величайших представителей этого мира такой удивительный человек, как Даниэль Боренбом. Он работает в разных странах мира, в основном в Европе. Он и пианист, и дирижёр, исполняет классическую музыку. Я считаю его большим экспертом в классической музыке, очень опытным человеком, профессионалом, уважаемым и авторитетным человеком не просто в мире музыки, и вообще среди интеллигентов, и среди аристократов, среди культурной прослойки людей мира. Даже я скажу больше, что я думаю, что он находится на вершине эпогея, что он один из лучших исполнителей классической музыки на сегодняшний день. Поэтому его мнение и в интернете, и в социальных сетях, и в телевидении, не важно в каких средствах массовой информации, оно важно должно быть для многих и должно расцениваться как некий эталон. Не некий эталон, а скажем так, даже более точно выражусь. Как человек, который знает о музыке гораздо больше, чем ныне живущие люди. И учиться у таких людей, я думаю, каждый должен считать за гордость. Потому что в мире классической музыки не так уж и много профессионалов своего дела, которые посвятили этому всю жизнь на таком высоком уровне. Их по всему миру единицы. И вследствие этого музыка теряет многих профессионалов и тех, кто мог бы просвещать и просвещаться сам. Поэтому мне кажется, очень важна именно солидарность, содействие и союзы музыкантов, которые работают на таком высочайшем уровне. Спасибо.